Друзья, сегодня сделаем с вами инструмент, который без преувеличения пригодится в каждом доме. Приятного просмотра! Для начала нам понадобятся обрезки профильной трубы со сторонами 20 мм. У меня они БУ, поэтому сначала приведем их в надлежащий вид. Срежем все ненужное, а также избавимся от старой краски коралловым диском. Ведь с чистым металлом приятнее работать. Да и сварочный полуавтомат не любит краску и ржавчину. Когда все готово, нарезаем заготовки. Нам понадобится две пары длиной 250 и 130 мм. Готово! Далее сварка, обязательно с соблюдением прямых углов. После все швы затираем. Это как минимум смотрится эстетично. Красота кроется в мелочах. Безусловно, от монотонной работы очень устаешь. И вместо того, чтобы сидеть в социальных сетях и глазить на чужие фотографии с отпуска, я предлагаю сыграть в игру Хроники Хаоса. В нее уже играют более 100 миллионов игроков со всего мира. Хроники Хаоса погрузят тебя в увлекательную фэнтези-вселенную. В ней более 50 по-настоящему разных героев и множество PvP и PvE режимов. Начинается она с увлекательной кампании, состоящей из 130 сюжетных миссий. Открывай и повышай уровень своих героев и совместными силами победи ужасающих боссов. Собирай все сундуки с сокровищами в мире Доминиона и получи сотни тысяч монет уже в первый день. Чтобы сражаться с противниками, можно объединиться с другими игроками онлайн, а также создать собственные гильдии с друзьями и сражаться с противниками уже на сервере. Лично мне очень понравился режим башни, в котором проходя уровни, я получаю усиление для своих героев, а также награды для своей команды. Скачивай Хроники Хаоса прямо сейчас и забери 5 топовых героев. Кто пятый, узнаешь после скачивания. А также получи 62 изумруда и 30 тысяч золотых монет. Просто отсканируй этот QR-код или скачивай игру по ссылке в описании под этим видео. И начинай играть прямо сейчас. Ну а мы с тобой увидимся в Хрониках Хаоса. Вот что у нас получилось на этом этапе. Теперь в это основание варим полосу металла. Я буду использовать шинку 40 миллиметров. Можно и меньше, но у меня не нашлось. Процедура уже нам знакомая. Ее проще сделать, пока заготовка еще не варена. Так будет меньше возни перед покраской. Основание практически готово. Есть у меня вот такая рейка из ясеня. Она будет служить креплением ножа. Подрезать ее в размер будем с двух сторон, так как она имеет ступеньки после обработки на рейсмусовом станке. Японская пила из Китая с этой задачей хорошо справится. Кстати, все полезные ссылки на инструмент найдете в описании под этим видео. Поработаем еще с этим бруском. Необходимо сделать пару отверстий под потай для крепления к основанию. Также в самом основании нарежем резьбу М6. Проверяем по месту и если все хорошо, то продолжаем. Для установки инструмента на подошву монтируем 4 неодимовых магнита. У меня они диаметром 10 миллиметров. И я думаю, их должно хватить для хорошего крепления. Сверл по дереву у меня такого диаметра нет, поэтому использую такие. Магниты же вклеим на суперклей с содой в два прохода. Сода послужит активатором для клея, а также заполнит пустоты между магнитом и деревом. Далее немного пройдем шлифмашинкой для снятия заусенцев после сверления. Ну и саму площадку обработаем мебельным воском. Это подчеркнет структуру дерева. Воск у меня самый обыкновенный, купленный в Леруа. Далее нам понадобится направляющие из картриджей лазерных принтеров. Их можно найти в любом компьютерном сервисе. Эту пару нужно удлинить. Для этого с двух сторон нарежем резьбу и скрутим увеличенной гайкой. Резьбу желательно нарезать как можно ровнее. Ну и после сборки вот такая штанга получилась. Под ее диаметр в Китае заказывал шарнирный наконечник. Их также можно найти и у нас. И если не забуду, ссылку на свой положу в описании. Поработаем со вторым прутком. Его нужно обрезать и с одной стороны нарезать резьбу М8. Он будет крепиться к основанию. В основании же под него установим резьбовую заклепку. Можно было и вварить гайку, но мне показалось, так будет красивее. Саму заклепку также можно установить и без пистолета. Видео на эту тему полно в ютубе. Как обычно, проверяем все по месту. Следующую заготовку сначала решил выровнять на самодельном гриндере. Так будет с ней работать намного приятнее. Получается очень неплохо. И я уже всерьез начинаю задумываться о плоской шлифовальном станке на базе гриндера. Если вам нравится такая идея, пишите в комментариях. Теперь в этой заготовке нужно сделать отверстие 8 мм для этой колонны. Тут также нужно быть аккуратным и сверлить ровно. Также перпендикулярно этому отверстию нужно сделать еще одно с резьбой М6 для крепления детали на колонне. Таким образом это все будет работать. Осталось сделать еще одно отверстие с резьбой М6 для крепления шарнирного наконечника. Ну и срежем углы. Думаю, так будет поинтереснее смотреться. Окончательную же обработку выполним также на гриндере. Последним делом на нем снимаем фаски и наша деталь готова. Можно собрать этот узел в кучу. Отлично. Для штанги, на которую будут крепиться бланки, еще нужно сделать ручку. Ее сделаем деревянную, все из того же ясеня. Для этого ищем середину бруска, делаем отверстие и нарезаем резьбу. Ясень-древесина твердая и резьба в ней держит хорошо. Далее вкручиваем шпильку и контрим ее гайкой. Вся длина бруска нам для этих целей не нужна, поэтому укорачиваем. Зажимаем весь бутерброд в патрон шуруповерта и вытачиваем ручку. Болгарку будем использовать из прошлого видео фирмы Bosch. Для нее у меня есть диск для обработки дерева. Не спеша выводим форму будущей ручки. Ну а дальше шлифовка наждачной бумагой. Как и в случае с площадкой для крепления ножа, ручку покроем мебельным воском. Осталось изготовить крепление бланков на штанге. В качестве заготовок будем использовать пару увеличенных гаек М10. Первым делом в них нужно просверлить отверстия 6 мм для штанги. Фиксировать на оси их будем при помощи обрезанного винта под шестигранник. Еще в них осталось вырезать четверти. В них будут вставляться бланки. Ну и наконец-то можно собрать все в кучу. Также нашел и обрезал в размер пружину. Если я не ошибаюсь, она от зонтика. Она будет поджимать бланк и он не выпадет. Вот так выглядит вся конструкция в сборе. За кадром ее покрашу, а пока займемся изготовлением бланков. Их будем делать на основе самого обыкновенного стекла. Отрежем от него нужные нам кусочки. У меня это 30 на 180 мм. После, чтобы не пораниться при работе, не забываем обработать торцы стекла наждачной бумагой. Далее наклеим с каждой стороны двухсторонний скотч. Ну а затем наждачная бумага. Я собрал всю, которая у меня была в мастерской. Ее и приклеим к бланкам. Не забываем их подписывать, чтобы в дальнейшем не запутаться. Наконец, все готово. И к этому времени краска также высохла. И в итоге вот такая красота у нас получилась. В качестве испытуемого будет вот такой нож, найденный мною на металлоприемке. Это быстрорез от мехпилы. И у него раньше с тыльной стороны были зубья. Он был в очень ржавом состоянии и пришлось его обдирать. На ручке до сих пор видны следы коррозии. По факту он не заточен от слова совсем. И может это не самая лучшая заготовка для демонстрации работы точилки, но другой у меня нет. Устанавливаем клинок на площадку и сразу помечаем середину, чтобы в следующий раз выставлять точно так же. Далее выставляем угол заточки. Этот нож решил заточить под угол 30 градусов. Если у вас нет электронного угломера, можно воспользоваться мобильным телефоном со специальным приложением. А дальше легкими движениями руки производим заточку. Сильно давить на бланк не нужно. После формирования кромки с одной стороны смахиваем стружку и переворачиваем заготовку. Повторяем ту же операцию. Далее меняем бланк на абразив с меньшей зернистостью и продолжаем. И так до самого мелкого зерна. После наждачки с зерном 2500 имеем вот такую поверхность. Он уже острый, но я хочу еще. Для этого за кадром изготовил еще один бланк и наклеил на него кусочек кожи. Ее натрем пастой ГОИ и устанавливаем в станок. Теперь процедуру повторяем, но движение делаем только с тыльной стороны. В противном случае лезвие будет врезаться в кожу. Вот такая заточка у меня получилась в итоге. Думаю, был бы ровный бланк и заточка выглядела бы ровнее. А так нож теперь с легкостью бреет. Лихо режет бумагу и справляется с мягкой тканью. Ну а на этом у меня все. Пишите ваши комменты, ставьте лайки. С вами был, как всегда, я Михаил. Пока-пока.